Приветствую вас на первом циничном канале и сегодня мы еще немножко поговорим о воздержании точнее не о самом воздержании а воздержание от воздержания это очень серьезная ошибка не воздержание от воздержания многих камрадов сейчас объясню что это такое ну что такое воздержание зачем оно нужно я думаю объяснять не стоит многие камрады уже лучше меня даже иногда писали свои соображения делились своими соображениями что в современном мире наверное ну просто сэкономишь больше там сил чем искать что-то за очень дорого и очень долго как это очень муторно и унизительно лучше воздерживаться так вот друзья практически все допускают одну ошибку которая ну если не сводит воздержание вообще к нулю то очень сильно ослабляет не воздерживаются от воздержания смотрите как выглядит воздержание среднего камрада который решил этим заниматься задержка дыхания я воздерживаюсь я воздерживаюсь от воздуха я уже два дня три дня 10 дней воздерживаюсь все это похоже на задержку дыхания друзья смотрите если я решу воздерживаться от воздуха то это задержка дыхание И рожа начнет краснеть, потом, наверное, синеть. Глаза вылазить будут, как в фильме «Вспомнить все». Короче говоря, ничего хорошего. Если, например, дышу ли я сейчас аргоном, то есть я, если затаю дыхание, я буду воздерживаться от кислорода, от озона, не знаю, от углекислого газа, того, что составляет воздух. Но буду ли я воздерживаться от аргона? Основной газ считается на Марсе. Нет, потому что здесь его, как говорится, в свободном доступе нет. Вот так вот, в атмосфере. Поэтому мне на самом деле пофигу. Я не могу сказать, что от того, что я не дышу аргоном, я воздерживаюсь от аргона. Нет. Он настолько инкапсулирован, как бы, я из него, наверное, что это не назвать даже воздержанием. Просто нет его в моей жизни. Так вот, друзья, именно это я и советую попробовать. Попробовать относиться к сексу, как будто его не существует. Вообще. Я понимаю, что вы сейчас скажете, гормоны, там все невозможно, Аган, тебе легко говорить, у тебя жена есть. На самом деле, подумайте. Просто как следует подумайте, насколько это действительно, ну, незаменимая потребность. То есть, задайтесь вопросами, например, От чего лучше бы вы воздерживаться стали? От секса или от еды? Вам говорят сейчас, в ближайший год придется с чем-то завязать. Секс или еда? Секс или питье? Что еще? Обе руки в гипс. В принципе, вы ходите, живете, да, можете не воздерживаться, Но у вас очень сильно ограничено движение рук. И вот, когда вы посравниваете, скажем так, на каком месте эта потребность, Что вот это выше, вот это выше, от еды тяжелее воздерживаться, То вы поймете, что эта потребность даже не десятого порядка. Она просто очень сильно переоценена. Очень. Рекламой, ну, даже не то, что рекламой, пропагандой. То, что мужчине сразу накручивают. Секс очень сильно связан с его там удачливостью, самореализованностью, Приятием в обществе. Не будет, соответственно, ты лузер. Вот. Сама по себе потребность не такая уж и жесткая. Почему не такая жесткая? Во-первых, я это в дальних путешествиях понимал. В принципе, ну, ничего такого ужасного. Во-вторых, посмотрите на женщин. Особенно женщин меркантильно настроенных. Ну, к отношениям. Посмотрите, насколько они могут ради денег воздерживаться. То есть, нету ресурсного там мужчины, и это не мужчина. Они могут, ну, так называемые принцеждалки. Они могут там годами ждать. Да, в принципе, ну, представьте, что такое деньги в жизни человека. Не такая уж серьезная потребность. А самое главное, не оценивайте ваше понимание денег и их понимание. Меня вообще частично на идею этого ролика навели группы содержанок. Я вот лазаю по социальным сетям, ищу содержанок на интервью. И смотришь, на что они вот, что им от жизни не хватает. Ради чего они и хотят, собственно, ну, проституцией заниматься. Такой, как бы, на постоянной основе. Маникюр какой-нибудь там, хорошо выглядеть, не знаю, грудь силиконовая, задница силиконовая. То есть, блин, им эти деньги нужны. Ну, вот потребность, уровень потребностей. И ради таких, ну, безумно важных потребностей, они готовы годами воздерживаться. Ради их реализации. Поэтому ничего серьезного в этом нету. Более того, любое воздержание должно быть чем-то заменено. Я за свою жизнь проехал то ли 27, то ли 28 стран побывал. И я считаю, что это безмерно мало. Я когда смотрю на карту мира, мои поездки, они вот, довольно-таки, все в центре. Это большая часть Европы, ну, большая часть. Это Турция, Египет, из дальних Таиланд, Америка, ну, Ирландия, считай, что Европа. То есть, это очень мало. Хотелось бы больше. Когда вы поймете, насколько огромен и интересен мир, когда вы начнете заменять, ну, не силиконовыми сиськами, а морями, горами. Иногда такие картинки видишь, что думаешь, блин, я со своими, там, 28 странами, это домосед по сравнению с тем, что есть в мире. Когда вы начнете это заменять, вы можете забыть. Понимаете, в чем дело? Еще раз даже вернемся к той же проституции. Ради чего все это осуществляется? Ради чего они готовы забивать на отношения? Ну, из-за отсутствия чего? У нас Камрад есть один в движении. Он что сделал? В принципе, научно подошел к вопросу. Он снимал проституток, но не столько для того, чтобы их, скажем так, по назначению применять, сколько для интервью больше. Просил массаж сделать и интервью брал. Так вот, собственно, интервью о проституции. И в числе прочего он рассказывал, я надеюсь, что он книгу напишет, он о них книгу целую пишет. В числе прочего мне понравились некоторые моменты, которые он сказал. Один из вопросов, которые он задавал, что тебя вынудило заняться проституцией. И там, как правило, одни благие цели. Гюго отдыхает, отверженные. Там детей нечем кормить, самой нечего есть. Сложная жизненная ситуация. Кругом, как говорится, враги девочку обидели. Все, выхода вообще не было. Вот. Хорошо, говорил Камрад. Делай массаж дальше. Дальше говорил, чтобы сразу на противоречие ее не спалить. Ну, не напугать противоречием. И через какое-то время он задавал следующий вопрос. На что потратила первый гонорар? Ну, первый заработок. И, как правило, ничего от этих причин не было. Шмотки, косметика. Все. То есть, с одной стороны, какие-то там цели, задачи, ну, офигительные. С другой стороны, ничего подобного на практике не было. Так вот, по сути, занимаются они по факту проституцией ради шмоток и косметики. И ради этого же они готовы отказываться от нормальных отношений. Друзья, не тем ли более стоит отказываться от ненормальных отношений ради, там, опасности попасть на очень серьезные деньги и так далее. Ну, прелести матриархата и ЗАГС вы знаете. Так вот, самое-то главное, что? Когда вы приняли это решение, отказаться от этого, не надо делать, как бы, ну, ощущение себе, что вы на задержке дыхания. Очень переоцененное. Это не задержка дыхания. Вот задержка дыхания, да, долго не продержишься. А это реально переоценено. И вот, когда вы начнете воздерживаться от воздержания, когда вы не будете так, ух, все, еще два дня провоздерживался, блин, все, геройскую звезду пора вешать. Когда это будет просто нормально. Когда вы начнете изучать мир. Когда вы поймете, что это не героизм. Это единственный правильный выбор. Ну, скажем, у вас просто время высвободилось. Время, деньги. Вы поймите, что если выйти в свободу, там, найти дистанционный доход, на 50 тысяч в месяц можно излазить весь мир за несколько лет. Когда вы вот это поймете, что есть вещи намного большего порядка. У вас не будет героизма. Героизм, что, не знаю, я молотком по коленке себе не шарахнул. Уже две недели молотком по коленке себе не бью. Ну, так, блин, ну, это единственный правильный подход. В случае наличия молотка и коленки. Короче говоря, друзья, не пытайтесь подать это, как, не знаю, какой-то сверх прыжок выше головы. Это не ерунда. Это нормальный порядок вещей в современном мире. Берите пример с тех, кто ухитряется воздерживаться вообще за ерунду и за ерунды. Не вам ли больше воздерживаться? Перед вами весь мир, друзья. Перед вами все. И не такие уж большие доходы нужны. И вот это вот, это довольно-таки банальное проявление путешествий. Есть намного круче. Намного. Поэтому создавайте себя. И просто скиньте вот эту навязанную ценность пропаганды. Что мужчина должен, мужчина обязан. Если у него никого нету, то хоть у него там миллион баксов, он несчастен. Чушь это все. Это придумано теми, кто просто хочет, скажем так, получить этот миллион баксов за то, что едва ли стоит 2000 рублей за час. Поэтому, друзья, думайте и не поддавайтесь на пропаганду. Продолжение следует.